Хочу сказать откровенно, не устраивает меня мое звание. Ну что это такое? Рядовой телеведущий. Хочу быть капитаном телеведущим. Или майором телеведущим. Или полковником телеведущим. Или нет, генералом. Хотя, если генерал, тогда уже вести ничего не нужно будет. Кстати, вы знаете, что у полковника на 5 мм больше, чем у капитана? ВОЕННАЯ МУЗЫКА Первым делом каждый военный смотрит на них. Потому что от их вида зависит, отдавать приказы или исполнять их. Конечно, мы говорим о погонах. В этом здании кого угодно могут сделать хоть капитаном, хоть полковником, хоть старшим советником юстиции. Потому что именно здесь делают погоны. Что же нужно, чтобы командовать полком? Обычная вискозная или капроновая нить для основы погона. Вискозная нить должна быть толщиной в 3,3 мм. И выдерживать нагрузку в 50 кг на квадратный мм. Например, для изготовления общевойсковых погон используют красные и зелёные нити. Это уникальные кадры. В этом цеху съёмки проводятся впервые за всю историю предприятия. Наверняка все вы слышали такое слово. Галун. Но наверняка не всем известно, что это такое. Объясняем. Галун – это плотная основа для погон в виде ленты, которая получается в результате работы ткацкой машины. Программу машине задаёт вот такая перфокарта. В российской армии, оказывается, демократия существует на самом деле. Ведь капитанские и лейтенантские погоны ткутся из той же нити, что майорские и полковничьи. Только тут уже в машину ставится другая перфокарта. И Галун получается с одним просветом, а не с двумя. А как вы думаете, что у полковника на 5 миллиметров больше, чем у капитана? Ширина погона. Погоны появились в средневековых армиях Европы. Причём сначала только на одном плече и с практичной целью. Под погон продевался мушкетный ремень. Ведь сам мушкет весил под 10 килограммов. Примерно в это же время появились и персональные воинские звания. Следующая операция в изготовлении погон – апретирование, то есть пропитка. Галун пропитывается специальной эмульсией. А вот то, что в изготовлении погон используют картон, ни для кого секретом не является. Картонная лента нарубается на стандартные заготовки длиной 13 или 14 сантиметров. «Наверное, полковничьи погоны длиннее?» – воскликните вы. Нет. Тут длина не зависит от звания. Низенький полковник получит 13-сантиметровый погон, а рослый капитан – 14-сантиметровый. Галун и картон складываются вместе. Края галуна загибаются. Точно так же нам укорачивают брюки. Загибают края и подшивают. Только тут края не подшиваются, а запрессовываются. Вискозная ткань намертво пришивается к обратной стороне погона. Дальше каждый погон на специальном дыроколе прокалывается, чтобы у него была дырка под пуговицу со звездой. С помощью пуговицы погон крепится к рубашке. Сейчас в России великое разнообразие погон. Ведь каждая военизированная структура должна носить форму своего цвета. Свои погоны есть и у работников метрополитена. Хотя нам кажется, что это смайлик.